уничтоженные дома и 11 погибших. Что известно об обстреле Покровска и района. Российские оккупанты сегодня ночью обстреляли Покровск Донецкой области. В результате вражеской атаки погибло более 10 человек, среди которых есть дети. Подробнее об обстреле Покровского района и последствиях в материале РБК Украина, при подготовке материала использовались источники, телеграмм главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, украинского президента Владимира Зеленского, национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины. Что произошло. В ночь на 6 января российские захватчики нанесли удар по Покровску. В результате вражеского удара в городе загорелись гараж и автомобили, кроме этого, было зафиксировано попадание в административное здание, что известно по состоянию на сейчас. По состоянию на 18 часов 10 минут глава ОВА сообщил, что в результате российского удара по Покровскому району, погибли 11 человек, в том числе пятеро детей. Еще 8 человек получили ранения, по его словам, россияне ударили по району ракетами с 300. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно-Мирноградской общины. Ситуация в Ровном, в Ровном полностью уничтожен частный жилой дом, в котором проживало 6 человек, из них 3 детей. Сейчас продолжаются поисковые работы, ситуация в Покровске. Правоохранители также отметили, что в Покровске на местах ударов работают необходимые службы. В настоящее время идет поисково-спасательная операция, по их данным, в момент удара в доме находились 5 человек, в том числе двое детей, мальчики 15 и 17 лет. Реакция Зеленского. Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ни один удар Российской Федерации по мирным городам Украины не останется без последствий. Россия должна чувствовать, всегда чувствовать, что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. «Мы должны это обеспечить, нашей силой, собственными оборонными и политическими способностями», сказал президент. Напомним, россияне 1 января также нанесли ракетный удар по Покровску. Из-за обстрела города получила ранение 9-летняя девочка. Позже в Донецкой областной прокуратуре уточнили, что ранение также получила 70-летняя женщина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.